Всем привет! Сегодня поговорим о весеннем гардеробе. Я все думала, как же представить вам то, о чем сегодня пойдет речь, потому что это будут не только новинки, но и вещи, проверенные временем, так называемые must-have, также какие-то трендовые находки, что-то из базового гардероба. Поэтому просто-напросто, что я буду носить этой весной, не затягиваю. Поехали! Я должна сказать, что в этом сезоне мне больше всего по душе такие простые, понятные, невычурные сочетания вещей, поэтому все наряды, которые я сегодня буду демонстрировать, это действительно то, что я выгуливаю в реальной жизни. И основой моего весеннего гардероба будут джинсы. Иногда мне больше нравится носить там юбки, например, или платья, но как-то я заметила, что чаще всего я надеваю именно джинсы. И, внимание, я нашла самые удобные, мягкие, не сковывающие движения джинсы, и они вовсе не дорогие. Я встретила их в Заре, они есть в нескольких расцветках, и немножко забегая наперед, скажу, что я взяла себе их сразу в двух цветах, потому что более комфортных, наверное, джинсов у меня в гардеробе нет. Они на резинке, они немножко большие мерят, у меня размер 34, поэтому спокойно берите тот, который носите вы, и он будет сидеть свободно. Это та модель, которая как бы создает воздух вокруг вашей фигуры. Кому-то это нравится, кому-то нет. На мне эти джинсы смотрятся лучше, чем джинсы-бананы, и каждому свое. Кто-то любит скини-джинсы, я же довольно активная мама, и когда мне нужно, например, быстренько отвезти детей в детский сад и поехать за покупками, а потом мы, может, пойдем кататься на самокатах, а потом, может, на велосипедах, и я не люблю, когда мне что-то жмет. И даже если такие джинсы немного полнят, мне с этим окей. И кто-то считает, что это выглядит не слишком женственно, я же такие джинсы обожаю. Мне кажется, что наоборот, они делают фигуру более хрупкой, они скрывают какие-то недостатки. Мне кажется, что они как раз смотрятся очень современно, даже молодежно. Супер выглядят и с кедами, и с лоферами. И также, например, с небольшим каблучком, я покажу вам дальше в нарядах. Мне нравятся эти джинсы и просто без ничего, с обычной базовой футболкой. И также я люблю заправлять в них ремень. И благодаря этому весь наряд смотрится более собранно и более продуманно. Пояс, который вы видите на мне из актуальной коллекции Zara, он выполнен из кожи. У меня был мой самый любимый из манго. Я носила его на протяжении нескольких лет, но успешно забыла его у мамы после последней поездки. И пока что неизвестно, когда мы с ней встретимся в следующий раз. Я чувствовала, что мне очень не хватает этого элемента базового гардероба. Так что я докупила, и когда я заберу свой, то у меня будет их два. Но ничего страшного, я знаю, что эта вещь не будет лежать без дела в моем гардеробе. Что касается футболки, я думаю, что понятно, кому и зачем она нужна. Моя из H&M, она не просвечивается, она не вестировается. Я вам ее рекомендовала, собиралась докупить еще и бежевую. Но сначала я сказала вам, они пропали. Не было ни одной в наличии. Так что я жду своего размера. И для сравнения, я заказывала очень похожую в Zara. Она была еще и чуточку дороже, но оказалось, что из Zara укороченная. Так что имейте в виду. Не представляю себе весну без свитеров. Выходишь еще холодно, в течение дня погода коварная. Возвращаешься уже снова холодно. Поэтому свитер всему голова. И я очень люблю забрасывать его в машину на всякий случай. Или же когда я куда-то иду, даже в тренче или в жакете, поверх я набрасываю свитер. Когда становится совсем тепло, то я набрасываю свитер на плечи, когда на мне футболка. И, например, когда прохладно, надеваю или холодно, снимаю. Короче говоря, это очень универсальная вещь. И сегодня я покажу вам, пожалуй, несколько. Вот этот черный у меня от бренда Rope. Очень качественная пряжа. Я как-то давно начала следить за ними в инстаграме. И, насколько я помню, он представлен в универсальном размере. Но учитывайте, что они слишком длинные. Для меня это, наоборот, плюс. И также сейчас очень актуальны именно чуточку укороченные модели, которые можно заправить в джинсы с высокой посадкой. Я сейчас чаще всего ношу именно такие. Мне очень нравится то, что здесь крупная вязка, но она не делает меня тучной. Вот обращали внимание на это? Иногда надеваешь такой, казалось бы, красивый свитер, и ты превращаешься в один большой бесформенный квадрат. Здесь такой ситуации нет. Я обожаю носить такие вещи в повседневной жизни. Он тепленький и комфортный. И также, если вы смотрели мой прошлый шоппинг-блог, то узнаете на мне лоферы с вот этими жемчужинками. Это полные 37-й размеры, при том, что это не кожа. Моим ногам в них очень даже нормально. Очки, от которых я фанатею, я их хотела на протяжении нескольких лет. И каждый раз я сохраняла себе картинки в Пинтересте, или просто где-то в интернете. Когда я видела их и думала, когда-то я обязательно приду в магазин за ними, но меня всегда останавливало то, что я не могла нигде их примерить. Или их не было в наличии, или вообще марка Селин у нас здесь не особо продается. В Кракове, по-моему, нет ни одного пункта, в котором можно было бы прийти и вот просто потрогать, посмотреть, что это, и понять, насколько мне идет эта форма. И я купила их в Париже, знаете, когда еще осенью мы с Викой Ковкой зашли в галерею Lafayette, я застала их в наличии, очень обрадовалась. И я была настроена изначально на коричневые, но когда я их надела, они как-то, вот знаете, не играли, не было этого эффекта вау. А когда я примерила черные, даже несмотря на то, что у меня есть очень классные очки от бренда Tom Ford, я подумала, ладно, это моя такая хотелка, и это тоже инвестиция в защиту моих глаз. Так что я решила их приобрести, и я ни капельки не жалею. Я еще также вернула Text Free, они выглядят супер стильно, и мне нравится то, что они очень большие, такие квадратные, они узнаются издалека, потому что такая модель есть только у CELINE. Я не могу сказать, где еще можно посмотреть что-то такое, у кого продаются какие-то, возможно, более доступные аналоги. Я сама на протяжении нескольких лет все высматривала, выискивала, и поняла, что они одни такие, это очень актуальная классика, и я думаю, что они не выйдут из моды еще очень долго. И самое классное в том, что они действительно хорошо защищают от солнца. Я не заметила вообще никаких «но». Они у меня уже, ну, так как я сказала, с осени, не помню, с какого именно месяца. И потом, когда я показывалась вам в Инстаграме, девчонки спрашивали, где можно их приобрести онлайн, я нашла их на сайте MyTeresa, насколько я помню. Точную модель я обязательно укажу вам в инфобоксе, потому что многим они нравятся, и вы постоянно задаете вопросы, что это за очки такие. Это CELINE. Как же мне нравятся монолуки, и вообще, в принципе, светлый цвет. Когда я это все надела, я поняла, что мне хочется ходить так каждый день. К сожалению, это невозможно, это не слишком практично. Но когда дождей становится все меньше, когда за окном солнце, когда хочется выгулять все то, что долго лежало в зимнем шкафу. Хотя, на самом деле, я начала носить такие светлые вещи еще так года полтора тому назад. И оказалось, что это не так непрактично, как мне казалось. И уход, например, за светлой обувью гораздо проще, чем, например, за черным замшем. Сейчас не об этом. На мне вы видите светлый тренч. Он пошит из качественного итальянского окатона, который еще и водоотталкивающий. Очень такой благородный, красивый оттенок. На самом деле, он довольно редко встречается. Все вытачки, все детали, это просто какая-то фантастика. И вообще, насколько я знаю, хозяин этой марки, Sui Studio, у него также есть мужской бренд, в котором они отшивают очень красивые смокинги, костюмы, вообще мужские вещи. И меня немножко смутило то, что в рукаве есть подкладка, но сзади, именно на спине, почему-то подкладка отсутствует. Спереди она есть. Они являются специалистами в области пошива жакетов и всего, что с этим связано. И я думаю, что они не просто так выбрали такое решение. Если вы знаете, почему, просветите меня на сайте. Такой информации не было. Может, так должно быть. Но выглядит, конечно, очень эффектно, очень красиво. В масс-маркете я и близко ничего такого не встречала. Но вот этот момент меня немножко останавливает. И я все думаю, оставить его или вернуть. Это не сабо, а сама весенняя нежность. И по совместительству самая яркая вещь, которую вы увидите в этом видео. Ну, вот такое у меня настроение. Но когда я их увидела, я поняла, что мне такое надо. Причем они есть также в карамельном цвете. И также очень красивые сабо, только вот такие как бы переплетенные, есть в коллекции Страдивариуса. У нас размели все размеры. Там такой нежно-голубой, нежно-зеленый и карамельный. Я думаю, что еще одни какие-то я возьму себе. Но это пока что не точно. Я заказала эти. Я сейчас, девочки, не подскажу вам, это кожа или нет. Но они настолько красивые. Они так здорово смотрятся в сочетании с белым и с джинсовым. Можно носить и с джинсовым комбинезоном. И, в принципе, совсем с чем угодно. Total какой-то белый лук. Или что-то более яркое. Если, например, вы любите какие-то цветные сочетания. Вообще, вот такой лиловый, нежно-сиреневый оттенок будет очень актуальным весной и также летом. Вот если вам такое нравится в стиле Ботеги, то я думаю, что это хорошая альтернатива. Оставлю вам также контакты. И у меня 37 размер. Они хорошо сидят, то есть и небольшомерят. И, ну, нет никаких нареканий. Только если у вас очень узкая нога, то, к сожалению, она будет выскальзывать. Но если у вас нога не самая компактная, как у меня, то я думаю, что наоборот это вас порадует. Блуза на мне из хлопка. Ей уже больше года. Я покупала ее в Страдивариусе. Она такая воздушная, очень романтичная. Я всегда достаю ее весной. Мне кажется, что сейчас говорят, что вот такие все рюши, это так же модно. Но на самом деле, по моим наблюдениям, я вижу, что это все равно постоянно возвращается именно в теплое время года. Это жемчуг. Кто бы что ни говорил, что его было слишком много в прошлом году, что кому-то это надоело. Я считаю, что это тоже, вот знаете, тема вне времени, долгоиграющая история. Потому что жемчуг, даже когда вот мне было лет, наверное, 18, я все равно ходила с гвоздиками, с жемчугом. И когда мне хочется чего-то такого женственного, нежного, даже, можно сказать, нарядного, я всегда надеваю что-то с жемчугом. Вот. И у меня есть несколько изделий, которые я заказывала тоже в прошлом году. Это вот такие сережки, они супер качественные. И в Страдивариусе тоже есть что-то похожее. В Манго наверняка, в Заре. В Заре чуточку дороже бижутерия будет. А мои из Алиэкспресс. И они мне служат нормально. У меня от них не краснеют, не чешутся уши. Вот эти сережечки самые простые. Они очень легкие. В H&M, кстати, есть целые наборы. Я не могу сказать, что это прям какая-то супер покупка. И они долго ехали ко мне. Поэтому, если вы хотите что-то такого плана, то я думаю, что стоит отправиться в H&M. И, в принципе, получится то же самое по цене. Но зато вы сможете сразу насладиться своей покупкой, если вам такое нравится. Или в Манго, или в Заре тоже есть подвеска с небольшим замочком. Она у меня еще с прошлого года. Опять же, вот какая я заранее подготовилась. Это был набор. Там еще две цепочки идет. И вот такая подвеска с жемчугом и с замочком. Следующий тренд это кардиганы. Причем они объемные, укороченные. И часто их надевают практически на голое тело. И даже заправляют в джинсы. И у меня мой из магазина Reserved. Мы вместе с вами ходили по магазинам. Ну, я ходила, снимала для вас. Вам тогда очень понравилось это видео. И до сих пор многие вещи я очень сильно люблю. И ношу их. И этот кардиган также относится к их числу. Очень люблю носить не просто поверх рубашки, но также с сатиновыми платьями. Но сейчас я по-настоящему балдею от этого образа. Голубые джинсы, сатиновая рубашка, замшевые светлые ботинки и объемный кардиган. Этих кардиганов сейчас навалом в магазинах. Но если вы хотите что-то по-настоящему теплое, а не акриловое, как в Заре, во всех этих магазинах, то я думаю, что стоит заказать у кого-то из девчонок в Инстаграме, в каком-то менее популярном магазине, где используют хорошую пряжу. Если вам горит, так как иногда мне, то в Заре, например, есть очень красивые, тоже с такими крупными косами, с какой-то интересной вязкой. То, что сейчас на пике популярности, это сатиновые рубашки. Они мне очень сильно нравятся. И по сравнению с обычной рубашкой, они смотрятся более нарядно, более женственно, как-то утонченно. И в шоппинг-блоге я вместе с вами примеряла такую даже не просто молочную, а жемчужную рубашку. Ну вот она такая какая-то нежная, что ли. И мне нравится, как такие вещи смотрятся с обычными джинсами, с обычными какими-то ботинками. И поэтому я решила ее купить. Кстати, чуть лучше по качеству рубашка в Mango. Недавно в Инстаграме я показывалась вам в своей на самом деле старой рубашке. Она также сатиновая. И в таком же цвете есть в новой коллекции Mango. Но я ее покупала когда-то давно в Outlet. Рубашка в таком терракоттово-коричневом. Вот что-то серединка на половинку. И у меня размер S. Я помню, что XS не было. То есть она сама по себе свободная, с кармашками. И так, как я сказала, если вам нравятся такие рубашки, то вы сможете их найти практически в каждом магазине масс-маркета. Я постараюсь сделать для вас подборку в инфобоксе. Замшевые ботиночки. У меня есть актуальная коллекция Zara. У меня когда-то были очень удачные, но потом нога выросла. Пришлось обновить. И я помню, что в прошлом году я хотела купить очень похожие из Stradivarius. Но то не было размера. Потом я все думала, надо или нет. Короче, потом наступила распродажа, и я пролетела с этой покупкой. Но зато я дала себе время подумать, надо оно мне или нет. Я прикинула, с чем я это все буду носить. Они очень стильные. Здорово смотрятся со светлыми джинсами, с голубыми или с молочными, с белыми. Или же с платьицами. Мне нравится, когда это такое очень свободное платье с цветочным принтом, например, с какой-то такой сумкой, типа с шоппером. У меня, кстати, есть. И я так представила, что летом я также буду их носить, потому что они практически продуваются. Я уже была в них на длительной прогулке, поэтому могу сказать, что они удобные. Они не натирают, не жмут, и нога не мерзнет, несмотря на то, что у нас все еще не плюс 20. То, что я открыла для себя еще осенью прошлого года, это боди. Я вам, по-моему, о них говорила. У меня есть черное-белое, и сейчас вот докупила еще и бежевое. Здесь вот такая английская пройма, и они настолько популярны, что их постоянно привозят, и также они появляются в разных расцветках, но у меня три основных. Этот бежевый оттенок очень удачный, и он красиво сочетается со всеми остальными цветами, то есть я спокойно смогу надевать эту вещь под все возможные жакеты. В примерке я была, по-моему, в клетчатом, а сейчас вот в таком приглушенном синем, также очень красиво будет выглядеть, например, с джинсовой курткой. Я уже не стала приносить все свои весенние любимые вещи, потому что это видео было бы бесконечным. Что касается боди, то, возможно, это не самая удобная в плане носки вещь, но она как-то так очень гладенько сидит по фигуре, и при том, что эта вещь в облипку, она не подчеркивает недостатки фигуры, какие-то складочки, они у меня есть. Я тоже сомневалась, но я не знаю, на мне размер S, и мне кажется, что он сидит так, как надо. И украшение, которое вы видите на мне, это вещь хендмейд. Я покупала ее, это вообще очень забавная история, потому что я была подписана на одну женщину, которая дружила со второй, а потом оказалось, что у нас есть общие друзья, и мы даже иногда в Кракове встречаемся, и мы не общаемся в такой личной жизни, но там привет-привет, как дела? Или в Инстаграме там что-то понравилось, или что-то друг другу комментируем, и потом оказалось, что Эдита, она, кстати, по-моему, не говорит по-русски, поэтому вы ее, пожалуйста, не бомбардируйте сообщениями на русском языке. Ну, короче говоря, она сама делает всякие украшения, у нее постоянно там какие-то браслеты, что-то такое, и потом она начала их продавать. Вот, и у меня уже было достаточно всяких подвесок, но когда увидела эту, говорю, я тоже хочу такое, я приобрела, она мне не подарила, то есть я всегда за то, чтобы поддерживать тех, кто сам что-то делает, и я, не знаю, мне даже не хватило бы наглости сказать, подари мне, я тебя там, грубо говоря, прорекламирую. Но очень качественная штучка, и я как-то иногда тоже в интернете встречала, мне всегда нравилось это сочетание монетки, и жемчуга. И она также использует натуральные камни, например, причем я заплатила за это 109 злотых с доставкой уже. Вот, и так как Эдита живет в Кракове, то ко мне это все дошло за один день. Вот, и колечко такое, оно на резинке, поэтому размер универсальный, но она меня видела в реальной жизни, я думаю, что она сразу как-то так угадала с размером, и тоже колье очень красиво выглядит, женственное. Я очень часто буду его носить, в инстаграме вы уже однозначно видели меня с ним, потому что очень красиво, очень-очень. Подписка, которая сейчас на мне, у меня из Зары, и также вот эта вся морская тема, ракушки, жемчуг, это все в одном, и цепи. Можно сказать, что сейчас у меня на шее смешано сразу несколько модных тенденций, и мне нравится, как это выглядит с простыми нарядами, даже с самыми обычными джинсами, когда на тебе не просто футболка, не просто джинсы, а что-то еще, такая, не хочется говорить изюминка, ну, интересная деталь. О, давайте так. Вот, и опять же, я буду ходить так летом, но когда будет прохладно, я не буду это делать, я уже это делаю, я ношу этот свитер, это бренд AIM, тоже очень качественное изделие, у меня еще есть свитер в таком нюдовом цвете, там такая вязка, он смотрится так вот, даже через фотографию можно понять, что это супер крутое изделие. Здесь же уже менее, как бы, плотная вязка, видите, и сама нить гораздо тоньше, но он очень теплый, и я даже его стирала один раз, с ним все хорошо. И, кстати, пятно тоже отстиралось. Очень мне нравится, как выглядит этот свитер, он объемный, но не слишком большой, и не очень короткий. Но я все же люблю заправлять его в джинсы. Классный свитер, и даже когда летом будет прохладно, я смогу его надевать, и я вот заметила, что такая полоска, она всегда освежает, и даже если я не накрашенная, то я спокойно надеваю этот свитер, и не выгляжу так, как, например, в черном цвете, или в сером. Когда я совсем не подкрашена, например, в нюдовом оттенке, это караул, выгляжу как одно сплошное, что-то невидимое. Балетки. Не знаю, кто как, я помню, что год тому назад все кричали, мы не носим балетки. Теперь через год говорят, мы носим балетки, причем балетки в стиле Шанель. И я никогда не избавлялась от своих балеток, потому что это удобно, это быстро, и не всегда же ходить в кроссовках. Это как-то более аккуратно. Ну, короче, я люблю разнообразие. Что тут еще добавить? Эти балетки сделаны из сеточки и только вот носочек кожаный. И они также есть в черном цвете, они из Зары. И, конечно, это не кожа, но, вы знаете, они настолько мягенькие, они такие удобные. Я вот несколько раз в них быстро пробежалась, когда у нас было тепло. Очень классные, и с джинсами смотрятся хорошо, и даже с полностью таким черным луком, который я показывала вам в самом начале, лук-чеснок, я думаю, что тоже выглядит очень круто. И такие симпатичненькие. Мне всегда нравятся эти балетки в стиле Шанель, а вот эти еще и более классно смотрятся на ноге, потому что здесь вытянутый носочек немножечко, может, в Шанель тоже такие есть. Я не специалист, у меня таких никогда не было, и не планирую покупать. Ну, короче говоря, вот такая модель, она еще немножко удлиняет ногу. Эти сережечки я очень давно заприметила, и я думаю, что они будут одними из самых любимых в ближайшие месяцы. Вы видите, что иногда я во что-то как вцеплюсь, очень долго не снимаю, и ношу, 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 ношу максимально много раз. Они есть как в серебре, так и в золоте. На Алиэкспресс полно. Тут уже решаете, вы покупаете там или нет. Манго тоже есть дороже. Я думаю, что раз так в пять. То же самое могу сказать о сережках, которые я ношу еще с прошлого лета. Отжала их у мамы, она покупала на Алиэкспресс. Вот спустя практически год немножко потемнел металл, но мне так даже больше нравится, и такая же модель опять же есть в Манго. Наряд, который вы сейчас видите на мне, я частично вам показывала, потому что кардиган был во влоге, где я делала распаковку из премиальной коллекции H&M. И очень многие из вас написали мнение по поводу кардигана. Спасибо вам огромное. Я всегда стараюсь читать комментарии, прям все-все-все, даже когда это конкурс. Вот, поэтому интересно мнение со стороны на самом деле. И многие писали, что он выглядит очень классно, что наоборот, вот он укороченный, смотрится более стильно, более современно. Но то, что он мягкий, то, что он теплый, и вот он совершенно не колючий, это стопроцентный кашемир, я потом перепроверила. И это та вещь, которую, да, я готова тоже рекомендовать, которую я оставила себе. И я уверена, что она послужит мне верой и правдой очень долго. Потому что, знаете, это элемент базового гардероба, и я могла бы набросить этот кардиган практически к каждому наряду, который я сегодня демонстрировала. Или вместо тренча, или, например, с синими джинсами. Короче, с чем угодно, поверх какого-то летнего платья, и оттенок очень симпатичный. Настоящий верблюжий цвет. Не просто рыжий, вот все-таки есть разница, поверьте мне. Кэмэл, они бывают и более холодными, и там какая-то розовинка иногда проскальзывает. А это чисто натуральный, такой верблюжий оттенок. Обожаю. Он настолько приятный к делу, что я все думала, потому что кашемировые изделия, они все-таки дорогие. И я сидела и думала, нужен мне такой кардиган или не нужен. И я рада, что мне удалось собрать те вещи, свитера, например, кардиганы, которые являются хорошей базой, или даже капсулой. И потом в любое время года я смогу миксовать их по-разному. Не поверите, но Собо, которое многих из вас интересовали, у меня из Алиэкспресс. Они мне так долго высвечивались, они есть в разных расцветках, что я решила, у меня никогда в жизни не было обуви из Алиэкспресс. Почему бы и нет? Но тогда, когда я их заказывала, вообще не было никакой информации по поводу вируса. Потом уже сказали, что ничего страшного, можно спокойно заказывать, и вирус не доживает, пока он к нам доедет. Никого не принуждаю, говорю, что я решила попробовать заказать обувь. Насколько я помню, это кожа, и они мягчайшие. Наверное, на узкую ногу, девчонки, я бы все-таки брала на размер больше, чем вы носите. То есть, если у меня 37,5, я взяла 39, и у меня нога не узкая. То есть, ноги мои, стопы, не просовываются вперед, поэтому у меня пятка не висит. Но при том, что часто обувь на каблуке, я беру, например, в 37 размере, это 39. У меня длина стопы где-то 24,5. Имейте это в виду. И, по-моему, у них там до 41 размера. Очень удобный, устойчивый каблучок. И вот скажите мне, вы бы никогда не подумали, что она мне, сабо из Алиэкспресс. Они сначала упахивали клеем, а сейчас вот выветрились спустя неделю. И очень классные, выглядят очень эффектно. И при том, что в интернете я часто встречала такие сабо, я нигде не видела их в продаже, чтобы были прям такие же. И последнее из этого наряда, это очки. Нет никакой предыстории. Я хотела себе коричневые очки, большие. Я поняла, что Селин, это такой бренд, вот что бы я не надела, только из очков, к сожалению. Вот они мне как-то идут. И то, насколько моим глазам хорошо с ними, вот это все, немножко замыливает мой взгляд на цену. Мама не знала, что мне подарить на Новый год, на день рождения. И она подарила мне деньги. Я летела из Украины в Польшу и захожу в Дьюти Фри, а там спокойно себе лежат очки Селин. Причем вот такая же черная модель, какая у меня есть, тоже была. В общем, у них как раз только завезли все. Вот. И я померила. Говорю, да, это то, что надо. Они, опять же, большие, это классика. И я обожаю. Вот так потихоньку я все-таки позволяю себе купить что-то, о чем я не то чтобы мечтаю, я не сплю и вижу, но всегда, вот знаете, есть какие-то вещи, которые хотелось бы. Сумка. Сумка, которую вы видите у меня еще с осени, но я не делала на нее какой-то эмоциональный обзор. Во-первых, я очень давно ее хотела, я сама боялась разочароваться. И я хотела поносить ее и понять, купила ли бы я ее, например, повторно. Это ОСЛ. Название модели оставлю в инфобоксе. Она есть в размере побольше. Если вы, например, выше, чем я, а у меня рост метр шестьдесят два, и вы любите много с собой носить, то я думаю, что имеет смысл выбрать модель побольше. У меня же не слишком большая. Скажу сразу, что сюда помещается не очень много. То есть все то, что я обычно ношу с собой, без проблем влезаю отсюда. И сумка не очень легкая. То есть она сама по себе без наполнения довольно такая увесистая. Но она не жмет плечо. Также можно носить как бы через плечо сумку или повесить вот так на более короткой ручке. И именно так я чаще всего ее ношу. Здесь нет ни одной царапины. Вот ни одной. При том, что я как-то, знаете, не обращаюсь с ней так, что там сдуваю пылинки. И я ею пользуюсь. И у меня нет какой-то брендомании. Я искала ту сумку, которая, знаете, будет ко всему подходить, которая будет выглядеть качественно, и которая мне будет хорошо служить. Это самая дорогая, еще и самая качественная вещь в моем гардеробе. Пополнение не планируется, к сожалению. Это кто интересовался, довольна я или нет. Крайне довольна, если бы я отмотала время обратно. И мне нужно было бы выбрать какую-то одну единственную, самую универсальную. Ей была бы эта. Стоп, стоп, стоп. Мы с вами еще не обсудили цепь. Этот тренд почувствую себя новым русским, как в 90-х. Ну, а если серьезно, да, это действительно модно сейчас. И мне нравится. Мне вообще всегда нравились вот эти подвески такие. Сейчас они стали такими конкретными, увесистыми. И у меня это из H&M. Кстати, она не такая легенькая. Ну, не тянет вас вниз. Смотрится очень интересно, очень стильно. Если вам нравятся такие аксессуары, то я думаю, что в каждом магазине вы найдете. Точно есть в Mango и в H&M. Это то, что видела я, но в H&M чуточку дешевле. И я очень сильно люблю надеть такие джинсы, которые я вам показывала. Любые там синие, черные, голубые. И, например, базовую футболку, только не в облипку. И вот такую цепь. Балетки. Все, я побежала. Или кроссовки. Что-то в этом духе. Также этой весной я решила выйти за рамки собственного комфорта и примерила брюки палаццо. С моим ростом это довольно рискованно. И кто-то скажет, что нет, тебе такое носить нельзя, а мне нравится. Мне кажется, что они наоборот меня удлиняют. И даже Давид, с которым мы снимали примерку, говорит, ты такая высокая, в них я реально в жизни ниже, чем многие меня представляют себе. Потому что часто, когда я встречаю своих зрительниц, ну, кого-то, кто наблюдает меня или через экран телефона, или компьютера, первое, что говорят, ты такая маленькая. То есть, почему-то многие считают, что я гораздо выше. Вот. Но в этих брюках, мне не знаю, мне как-то так кайфово. Они из Зары. Они были супер длинными, при том, что это самый маленький размер. Мне свекровь отрезала прилично. И я, конечно, на высоком каблуке в примерке. И мне нравятся такие лаконичные образы. С самой обычной белой базовой рубашкой, с любыми лодочками. И также я представляю себе, что, когда станет совсем тепло, я буду так ходить в больших очках. И, наверное, даже без каблука буду пробовать. И что касается светлой базовой сумки, то здесь у меня нет ничего такого, вот, знаете, прям на века. Я буду продолжать носить свою сумку No Name. Это сумка Облако. Они до сих пор популярны. Но учтите, что это не очень удобно. Сейчас у Ботеги вышла модель с такой ручкой из цепей, по-моему, из металлических. Я думаю, что скоро в масс-маркете появятся какие-то альтернативы. Но если вам нравится такая сумка, вы давно ее хотели, то я видела, что и на Asos есть очень похожая. Мне нравится такая плетеная карамельная. В манго я видела ее в реальной жизни. Она действительно очень классная, мягкая и интересная. Там есть ручка, она гораздо удобнее. Но что касается меня лично, то я буду носить эту сумку. И такие же, вот именно такие же, я видела на Алиэкспресс. Вы мне писали, что они ничем не отличаются. Это мне подарила подруга. Не могу не вспомнить о моей повседневной униформе. Это трикотажные костюмы. Если у вас еще нет такой вещи, я часто о них говорю. У вас есть право выбора. Мне кажется, что сейчас найти трикотажный костюм вообще не составляет проблем. Тот, который вы видите на мне, от Present Simple Tri-Cot. Я надеюсь, правильно произношу. Он от создателей Twelve Stories. Мне его подарили. У него очень хороший состав, но я прогадала с размером. Мне нужен был XS. Я посчитала, что было бы прикольно, если бы он сидел так, знаете, свободненько. Я взяла S. Но хорошая новость для тех, кто носит S и на кого все вечно короткое. Вот теперь вы ликуете, потому что мне длинноват, но я уже не стала менять. Очень хорошая такая плотненькая вязка. То есть он не будет просвечиваться. Мне нравится то, что худи удлиненное немножечко. Но все-таки на свой рост я взяла бы чуть меньше. Что касается кожаной косухи, я рассказывала вам, показывала, что она из H&M. Это линейка Premium. И очень многие меня не поняли. Я оставила себе размер S, потому что мне нравится, что она такая более объемная, что я смогу под низ надеть какой-то свитер, чтобы, знаете, в ней было какое-то внутри пространство, которое я могу заполнить какими-то вещами. То есть не просто на футболку набросить. Мне также нравится то, что она не слишком короткая, что в ней никаких нет деталей. И когда я возвращала XS, потому что я взяла две, чтобы примерить, то даже девушка на кассе говорит, какая крутая куртка. И потом мне писали, что я посоветовала. Они все распроданы. Они и так пользуются популярностью. После влога, буквально за несколько минут, вы все раскупили. Я надеюсь, что вы довольны своим приобретением. Вот. И последнее, что на мне в этом наряде, это рюкзачок от бренда Милцкарта. Я тоже показывала вам распаковку. Я уже несколько раз с ним ходила. Это очень классная вещь. И вот как-то белые светлые аксессуары, они так хорошо освежают любой наряд. И вот не знаю, как у вас, а для меня рюкзак это настоящий must-have. Каждый раз, когда мы едем кататься на велосипедах, мне нужно взять как минимум что-то там попить, что-то перекусить, какие-то салфетки по карманам. Не всегда можно это все разложить. Часто мы идем куда-то на прогулку. И начинается всем отдельно воду, потому что, конечно, поделиться мои мальчики не могут. И постоянно мама должна носить с собой. То какая-то дезинфекция для рук не нужна. Ну, как минимум, это салфетки и что-то попить. И рюкзак это всегда спасение, потому что с вот такими сумками облака с детьми на прогулку ты не пойдешь куда-то на площадку, куда-то пройтись, просто прогуляться. Или я иду на почту. Ну, короче, для меня рюкзаки в путешествии. И куда бы я ни ехала, это просто незаменимая вещь. И вот этим вот Милцкартой я очень довольна. Это российский бренд. Все очень лаконично. И он полностью выполнен из кожи. И также здесь есть внутри кармашек. Я вам все подробно показывала. И еще вот такой отдельный дополнительный кошелечек, куда можно сложить какие-то необходимые вещи, да, которые просто достаешь, а не вываливаешь содержимое всего рюкзака. Так что этим изделием я очень довольна. Рюкзачки у них есть разные, еще и в разных цветах. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам со мной сегодня было интересно. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Я действительно стараюсь, чтобы вы все могли рассмотреть. Также делюсь с вами какой-то информацией. И что самое главное, я показываю то, что я реально ношу. А не просто что-то, знаете, придуманное, что-то надуманное. Для кого-то это очень простые наряды, а для меня это то, что удобно, то, что практично. И не требует каких-то заморозек. Также я планирую отдельное видео о весенней косметичке, которое, надеюсь, получится снять в ближайшее время, потому что у нас объявлен карантин. И все учебные заведения, садики, школы, вузы, все будет закрыто на протяжении двух недель. Так что, если кто-то посидит с детьми, я с удовольствием подготовлю вам свою подборку на теплое время года. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.